Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас покупка лошади доп. аккаунту на ярмарке со скидочками. Будем покупать новую лошадку, нетипичную для аккаунта, но при этом по сниженной цене. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Давно известная в моих кругах Эрика Мунлайт или же Аника по барбелушам с Топегаса решила обзавестись новой лошадкой. И в последнее время я, если что, катаюсь вот в таком облике, который очень сильно отличается от привычного. Это вот такой вот обычный городской облик, да, больше такой спортивный сет, но тем не менее, очень хочется вот так вот кататься. Просто, видимо, лес холов слишком долго был у меня в голове, поэтому да, сейчас мы катаемся либо на нашем фризе драгоценном виде, либо просто на любой лошади, но вне магического вида. И вот в таком вот черно-белом получается сете. У Аники, или же Эрики, у Эрики меньше 12 лошадей, по-моему, 10, если я правильно помню. И сегодня как раз мы поедем покупать еще одну лошадь. Почти все лошади у нее либо магики, либо старенькие уже лошадки, кроме, пожалуй, фриза и андалуза. Все остальные лошади это старые кони, которые либо уже покинули Юрвик, ну да, по-моему, все они уже покинули Юрвик. Одна началочка, один духовный скакун, два магических коня и два просто прекрасных светло-серых красавцев. И сегодня мы будем пополнять ряды светло-серых лошадей. Так что давайте же уже окажемся на ярмарке и купим новую лошадку. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я очень долго оттягивала эту покупку, потому что считала ненужным покупать эту лошадь Эрике. Думала, зачем она ей? У нее и так есть фриз, андалуз и магический шар потом появился. Также есть магический пасафин и единорог. Я думала, ну зачем ей кто-то другой? Однако решилась, все-таки я решилась на покупку ей еще одной лошади. Это будет лошадь обычная, не магическая в какой-то веке. Последний раз такую покупку я делала на фриза. Это было очень давно. Но сегодня мы будем покупать вот этого белоснежного плюшевого, по моим ощущениям, вот эту лошадь. Вот эту прелесть. Это просто светло-серый бельгиец со своей, опять же, базовой прической. Не вижу смысла ее менять. Так что, да, давайте же купим его. Я не знаю, какое имя ему делать. Это сейчас надо будет подумать. Сила 1, зацеплено 2, скорость 0, выносливость 1, гибкость 3. Пожалуй, одна из самых разнообразных по характеристикам лошадь. Поэтому, мне кажется, да. После моих недавних речей самой себе о том, что бельгиец это идеальная лошадь, и она должна быть абсолютно у каждого, я сама же в эти слова и поверила, насколько сильно они прозвучали в моей голове. Насколько я помню, почти все лошади у Эрики это жеребцы, поэтому считаю своим долгом купить в кое-таки веке кабулюку. И вот здесь придется сейчас помучиться, потому что все имена у нее достаточно магические или же связаны со льдом, или хотя бы с Барби волшебством Бегаса. Так что надо сейчас быстренько что-нибудь придумать, обдумать и подобрать, может быть, у несколько вариантов. Ну что ж, вначале у меня появилась такая идея, как алмазная арфа, алмазная аура. Но в итоге я подумала про хрусталь, и почему бы не назвать ее хрустальная аура. И мне повезло, потому что тут есть подходящее сочетание слов с нужными мне окончаниями. Так что я думаю, что это будет хрустальная аура. Хотя, наверное, было бы, может быть, лучше ее назвать арфой все-таки. Аура это все-таки что-то бесформенное. А вот арфа уже, как бы, действительно может быть хрустальная, и я могу себе это представить. Хрустальная арфа. Девочка, ты похожа на хрустальную арфу? Я думаю, да. Я думаю, очень похожа. Это, кстати, первый раз, когда я буду покупать светло-серого бельгийца, который у меня нигде до данной секунды, до данной минуты нигде просто не был, не на одном аккаунте. И у меня всегда были странные ощущения по этой масти, потому что, с одной стороны, это популярнейший бельгийца, с другой стороны, такая вот очень белоснежная масть. И она реально белоснежная. Она настолько белоснежная, что она сияет прям белизной. И как будто бы ее окутывает туманчик. Но это уже просто эффекты покупки. Так, взрослая кобыла, хрустальная арфа для Эрики Монлайт. 595 СК. И покупаем. Да, да, покупаем. Я до сих пор, если честно, не уверена в себе. Но да ладно, просто берем и нажимаем. Здравствуй! О, божечки. Вот меня еще удивляет то, что она реально такая вся холодная по оттенку. То есть, обычные светло-серые, они просто нейтральные, а это прям холодом немножечко отдает. Тут еще блесточки такие. Ну что ж, мы поздравляем Эрику Монлайт, отправляем лошадку в конюшню. Нам это очень нравится. Мы очень-очень этому рады. Так, а кто тут еще есть по скидке? Фриза, конечно, я не рассматриваю. Он у меня уже есть. Светло-серый еще есть, Лепицаан. Ну, не знаю, как бы, нужен ли мне светло-серый Лепицаан? Мне на счету осталось 1351 СК. Нет, пожалуй, не в этот раз. Пожалуй, не в этот раз. Так что бежим, отправляемся уже домой на конюшню и приветствуем новую хрустальную арфу. Я вижу эту шикарнейшую светлую мордашку, которая стоит и ждет у меня уже в домике. Здравствуй! Здравствуй, хрустальная арфа! Божечки, какая ты хорошая! Прям белоснежная! Прям белая лошадь! Смотрите, ей невозможно назвать светло-серой. Она реально белая! Настолько она белая! Я не знаю, кстати, кто у меня до этого был самый белый на конюшне. Наверное, Андалуз. Но у него мордашка более темная. Наверное, да. Ну, эти божечки, здравствуй! У меня такое чувство, что скоро я скуплю всех бельгийцев, но не на один аккаунт, а просто суммарно со всех своих персонажей будут абсолютно все бельгийцы. Так, ну... О-о-о-о! О-о-о! О-о-о, да! Это прям, да! Это просто белая лошадь! Конюшня белых лошадей. Я помню, как когда-то давным-давно смотрела видосы, старые видосы других ССУ-ютуберов, и там была мода, либо что на конюшне все вороны, либо светло-серые. Ну, просто вот был такой период. Кстати, да, вот они почти с Пасафина одного тона, то есть вот настолько они белоснежные. Вот. Сейчас, кстати, ушла мода на то, что вся конюшня в там, светло-серых или вся в вороных обязательно хотя бы одна какая-нибудь там или несколько лошадей будут отличаться. Так, ну, тут есть прям сет глотического гламура. Мне кажется, он прям тебя здесь и ждал. Так, вот есть еще такой вольтрап. Что-нибудь еще по амуниции у меня есть? Нет, у этого аккаунта все очень-очень скудно, все очень-очень плохо, всего очень мало. Так, ну, награвки какие-нибудь хорошенькие есть. Я там видела что-то, но это не то, где. Нет, это не подходит. Получается, да, без награвок погуляешь. Ну, и в принципе-то я амуницию не закупала сюда на этот аккаунт, только если на вот по Софине я помню, как я скупила весь этот сет просто жадно, потому что я его увидела только на этом единороге. Так, ребята, давайте все-таки я сделаю немножечко расчисточку. У вас тут слишком-слишком много. Ну, классно! Ну, классно! То есть, да, я понимаю, что Эрико постоянно катается в виде снежного какого-то ледового эльфа, эльф зимы, наверное, но иногда вот, особенно, когда начинаются какие-то ивенты, связанные с конным спортом, или иногда просто хочется зайти и потренироваться именно с этим персонажем, невозможно это заменить чем-то другим, то есть, да, ты пытаешься вроде как пересесть там на Фриза, на Пасафина, Андалуза, но понимаешь, что нет, тебе этого мало, ты хочешь еще. И это очень-очень классно. Давайте же выйдем и немножечко посмотрим на эту парочку в движении. В последнее время у меня не получается записывать короткие видео с покупкой лошади, так что это видео я уже постараюсь сделать намного короче. Все-таки длинные видео тяжелее, мне кажется, смотреть и уже устаешь его воспринимать. Вот такая красивейшая хрустальная арфа. Я пока ехала сюда, мне очень понравилось, как они смотрятся, как они сочетаются, особенно то, что я собрала ей такой сет одежды именно на персонажа. Да, он, конечно, простенький, белые штанишки, беленькая футболочка с черной окантовкой и черный шлем, перчатки, сапожки, но все-таки что-то такое вышло, что-то получилось и это что-то вызывает наслаждение в глазах. Плюс это лошадь и такая амуниция. И, кстати, не помню, на кого я покупала этот сет, но, видимо, в надежде на то, что действительно на какую-нибудь просто спортивную светло-серую лошадь. шаг бельгийца, рысь бельгийца, красивейшая рысь, очень ее люблю. Дальше, если не починили лайфхак, зажимаете shift и нажимаете вперед, у вас еще одна рысь непрыгающая. Вперед, опять же, обычная рысь, манежный. Люблю вот этот покачивающийся манежный галоп у бельгийцев. Классно, очень классно. Галоп. Да, все, я поняла, что бельгийцы моя самая любимая лошадь, но при этом самая любимая не значит, что я должна скупить всю породу на основной аккаунт. Нет, просто я их очень люблю. И просто галоп. И карьер. Резкая остановка. такая прыгающая осаживание. Аккуратная, легко различимая, легко посчитать. И дыбы. Очень классная парочка, мне она безумно нравится. Возможно, в будущем будет много фоточек, особенно во время конного фестиваля, как они вместе работают, тренируются. Так что на этом все, видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Напишите комментарии, как вам данная пара. Я в шоке, я потом чуть позже еще побольше наслажусь этой лошадью, потому что это же светл-серый бельгиец, который я вообще вначале никогда не планировала покупать, потому что для меня некоторые масти это что-то элитное, что не должно быть у меня или не должно быть на моих аккаунтах. Ну, как бы чудеса случаются, хотелки появляются. Так что напишите те, у кого есть светло-серый бельгиец, какие у вас были ощущения, когда вы его покупали. Мне будет очень приятно их почитать. Ну, а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Ну, как же классно и спортивно они смотрятся. Субтитры сделал DimaTorzok